Если планшет, тогда покупайте планшет, как у Ольги Васильевны. А у меня не просто планшет, это планшет-трансформер. Он отсоединяется, то есть можно подключать к клавиатуре, можно отключать. Вот это вообще самый оптимальный вариант, это шикарная вещь. Планшет – это ваш большой телефон, плюс еще клавиатура. Ну, сейчас говорят, можно к любому планшету клавиатуру подключить. С моей точки зрения, трансформер – это круче всего. У меня компьютер, планшет, ноутбук и телефон, ну, просто полностью до зубов. Вооружены. Но самое важное мы сегодня запишем, потому что я вот сейчас подхожу к наиболее важному моменту. Жаль, конечно, что первая часть продинамил, возможно, я ее отдельно запишу. Просто сяду и вот то, что я вам наговорил, отдельным куском пропишу, потому что вопросов не так много было. Так, про телефоны я сказал. И вот теперь очень важный момент. Я сейчас включу опять демонстрацию экрана, перейду в наш учебный центр, вернусь к списку курсов. Как я и говорил, на самой первой нашей встрече у нас будет и уже есть открытая часть, которая доступна всем, и никто из нее никого выгонять не будет. И вот такая вот уже появилась закрытая часть. Пожалуйста, коллеги, скажите, с какой целью вообще мы наш тренинг-центр разделили на две части? Вы прямо в чате напишите, что вы думаете. Или давайте голосом, может, кто-то скажет. Зачем вот была сделана вот эта дележка? Открытая часть и закрытая. Зачем? Ну, для тех, кто выполнил, то уже открывается другая. А кто не выполнил, должны сделать то, что задание. Так? Нет, ну это у нас так процесс обучения идет. Пока ты не выполнишь, то у тебя дальше не откроется. А я говорю принципиально, вот с точки зрения маркетинга. Зачем мы наш тренинг-центр разбили... В закрытой части люди, которые конкретно идут на бизнес. А вы считаете, что то, что мы рассказываем в открытой части, нельзя будет использовать для построения бизнеса? Можно. Ну, я думаю, закрытая часть, наверное, может быть, она будет дополнительно оплачиваться. Нет, ну по деньгам это уже второй вопрос, я тебе сейчас тоже об этом отвечу. В принципе, зачем делается что-то бесплатное, якобы бесплатное, и что-то закрытое? Ну, кто у нас тут мегамаркетолог? Ну, Ольга Васильевна, ради бога, не говорить ничего. Ну, наверное, для продвинутых будет открываться другое. Ну, естественно. Для привлечения, для заманки, для привлечения. Вот, вот наши люди. Вот, значит, если вы что-то где-то покупали, если вы, опять же, внимательно смотрели, вот даже тот первый урок, который я записал по схеме привлечения клиентов из интернет, схема строится на чем? На становлении доверительных отношений с людьми. То есть, когда вас не знают, никто у вас ничего никогда не купит. Никто не пойдет к вам подписываться, и так далее. Вас просто не знают, вам не доверяют. То есть, не знают, какой вы специалист, и так далее. Не эфемерную, а практическую полезность. И проанонсировать, что хочешь с нами продолжить обучение, вот, или продолжить сотрудничество. У нас еще много чего есть. И вот смотрите, какая логика. Человек уже получил практическую пользу бесплатно. И он понимает, что ему даже вот то, что он получил бесплатно, уже помогло решить его какие-то задачи. А ему говорят, а вообще-то вот все, как говорят, мясо, оно будет дальше. И человек, человека даже за руки не надо тянуть. Он сам у вас спросит, как мне получить доступ к закрытой части. Вот это, ну, схема, которая вообще нормальная, естественная, ее все используют. Вот этот вот бесплатный или очень недорого стоящий продукт, он называется первичная продажа, или там лид-магнит, как хотите называйте. То есть, это как бы первый контакт, с помощью которого мы завоевываем доверие. Вот почему, например, когда кто-то что-то продает, проводит какие-то сейчас марафоны, вебинары какие-то. То есть, что делают люди? Они собирают потенциальную аудиторию, дают им какую-то полезность, вот так вот в прямом эфире, да? А потом предлагают уже им что-то купить. После того, когда мы познакомились с вами. Вот опять же, как вы можете использовать вот этот тренинг-центр? Вот да, конечно, у вас тут много, колоссальное количество людей, которые называют себя экспертами и таковыми являются. А вот люди, которые не являются экспертами, ну вот, скажем так, люди, которые только зарегистрировались в компании. Ну вот как им приглашать? Вот сейчас, прежде чем создавать этот тренинг-центр, я провел то, что называется конкурентная разведка. То есть, я посмотрел и поприсутствовал в компании Greenway, целый месяц там слушал их разные вещи, даже Ольге Васильевне дал послушать, что травмировал человека. Вот многих из вас Ольга Васильевна знает близко, ну поговорите с ней, приватно она расскажет свое впечатление от обучения, которое ведется в Greenway. Ну вот так вот, без всякой лишней рекламы. Баттель зарегистрировался, посмотрел, как они организовали свой процесс. Ну в Сибирке это святое, да? В сибирском здоровье их платформу посмотрел, понимаете? Вот, и все приглашают на что? Все приглашают на обучение. Вот, у кого-то это сразу за деньги, но кто поумнее, да, вначале, пожалуйста, приходите к нам, познакомьтесь с нашим тренинг-центром, что мы даем и так далее. Вот, и если кто-то уже посмотрел первый урок из основного нашего курса, вот этот вот первый урок, вот, вот, вот здесь вот, как построить структуру Вивасан, здесь пока только один урок, ну, вводный я не считаю, вот этот вот первый, ну, даже уже вводный. Что я тут делаю? Я вам честно говорю, я вам рассказываю вот эту вот методику, как я сейчас это записываю. Я в каждом из этих видео уже анонсирую то, что будет в закрытой части. Я честно говорю, что, извините, я не могу вот там в коротком видео рассказать вам все, но я однозначно это расскажу, но расскажу в части 2 нашего тренинга, который у нас в закрытой части. И реально в закрытой части будет все, о чем я анонсирую. Вот здесь нельзя людям врать, то есть нельзя говорить, что мы вам там дадим счастье, да, на самом деле, когда люди попадают в закрытую часть, да, им ничего не дают. Вот, конечно, у нас, ну, это не мой принцип работы, то есть я чаще всего даю больше, чем обещаю, да, но открытая часть, она должна быть тоже мега качественной. Говорить о том, что человек, пройдя открытую часть, ничего не получит для построения бизнеса, это значит полностью обесценить закрытую. Поверьте, когда мы продавали свои тренинги, мы открытые уроки делали круче, вот реально круче, чем многое то, что у людей в закрытом за день, за деньги. Вот только так. Поэтому, почему я вас прошу обратную связь? Для того, чтобы открытую нашу часть сделать вообще шикарной. И ролики перемонтируем, и сделаем их более понимаемыми, скажем так, для всех. И, конечно, буду когда записывать остальные уроки первой части основного тренинга, я всегда буду говорить, как бы не взначай, но это взначай, это специально я делаю, об анонсе закрытой части. Теперь, важный момент, как получить доступ к этой закрытой части. Вот, смотрите, прям простая схема привлечения. Все спонсоры, кто пригласил уже людей в наш тренинг-центр, у кого люди учатся, вы все получите код от этой закрытой части, потому что сейчас при попытке подключить этот курс из закрытой части, он запрашивает код. Код у вас, у людей, которые пригласили кого-то в тренинг-центр, он будет. Я уже его отправил в Вике, отдал Ольге Васильевне, но через Вику, пожалуйста, через помощника руководителя все это делайте. Вы получите этот код. И дальше уже как бы вам решать, кому его давать. То есть, если человек выполнил те условия, о которых мы говорили, и вы проверили эти условия, пожалуйста, давайте код, и пусть человек учится дальше. Идея вообще этого тренинг-центра, чтобы он работал самостоятельно, понимаете, чтобы все, кто приглашает людей, как бы там, не как бы, а именно рулили своими людьми. И вот тогда у нас получится очень хороший такой инструмент. И этот инструмент можно строить, использовать для построения своей структуры. То есть, вы можете, когда мы все до конца доделаем, приглашать по схеме «Ботеля», «Сибирского здоровья», «Гринвэй», ну и, короче, всех, кто сейчас приглашает в МЛМ. Сейчас народ в МЛМ приглашает на деньги и на возможность того, что у нас есть обучающий курс или обучающие курсы, которые расскажут, как на эти деньги выйти. Вот и все. Идея командного сайта, который я доделаю, обязательно доделаю, чтобы была автоматическая система привлечения. Она просто сводится к двум словам. Те, кто еще не эксперт, они просто приглашают людей на выступление эксперта, который потом пригласит их в тренинг-центр. Вот эта вот цепочка замкнулась. И новички просто-напросто кидают своим потенциальным знакомым, своей потенциальной целевой аудитории приглашение вот в этот, либо сразу в тренинг-центр, либо на какой-то мастер-класс, либо на какое-то небольшое выступление, которое висит нам чаще всего, не чаще, а практически всегда висит нам на страничном сайте, где эксперт, ну, лидер чаще всего, рассказывает о том, что он может дать и что получат люди. Вот такая очень простая схема привлечения, очень эффективно работающая. И по этой схеме, когда идет разделение, если ты эксперт, приглашай к себе на личные консультации, закрывай людей прекрасно. Если ты еще не эксперт, приглашай людей на наш командный сайт, в наш обучающий центр, люди в нем учатся, проходят, ты с ними поддерживай обязательно связь, спрашивай, помогай, подсказывай, поэтому ты сам должен пройти все это обучение и разбираться в нем. И чем быстрее ты станешь разбираться, чем быстрее ты станешь модератором, тем будет эффективнее эти работы с приглашенными людьми. Все. И уроки будут подводить людей к желанию получить доступ в закрытой части. Все коды у вас. Давать, не давать, вам решать. Вот такая простая схема. И она придумана не мной и работает уже очень давно. Так, 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 так. Код в мешке. Да почему код в мешке? Все будет по-честному. Проверить серьезность на атаке. Я понял. Это зачем закрытая часть? Мудрость привлечения? Нет. Это просто самая работающая схема. Понимаете? Человека нельзя ни в чем убедить. Сейчас нельзя. Человек только сам может убедиться. Понимаете? Поэтому как он может убедиться? Самый простой способ – это получить какой-то практически полезный для себя навык. Все. И получил навык, вы его проанонсировали, что будет еще больше. Человек захочет с вами продолжить дальше. Захочет, не захочет – это уже как бы личная волна. вопрос. Кстати, большинство народа, кто приглашает на что-то, вот проблема, ну, с моей точки зрения, людей, которые приглашают на что-то, не на продукт, а вот именно вот на эту какую-то якобы полезность, да, чаще всего тут структуры, особенно если с ними не работать, они просто сыпятся. То есть пригласили человека, он активировался, ну, в нашем случае, купил там пять продуктов, попал там в закрытую часть, да, и не стал ничего делать, и вы на него там бросили, вообще не стали с ним общаться. Все, у вас вроде бы структура появилась, потом опять жаловаться. Вот это неправильный подход. Правильный подход. Вот пригласили, ведите человека до конца, помогайте ему, и вообще будет все классно. Дополняйте своими уроками, своей экспертностью, свои тренинг-центры, и вообще будет класс. Класс и в построении, и в работе, это, ну, правильная схема работы. Напишите, кому понятно, для чего, и как работает закрытая часть. Понятно, понятно, окей. Ольга Васильевна, у меня прям чуть-чуть тут осталось, но я сейчас подхожу к самому важному. К сожалению, сейчас самое важное не могу вам показать. На примере Vivasan, по одной простой причине, вот посмотрите, Ольга Васильевна говорила, что 21 числа пришло сообщение, будет обновление баз. И вот, кстати, очень яркий пример, что центральный сайт сейчас не работает, и что он напрямую связан с Vision. Вот. Потому что войти нельзя, серверы не работают. То есть это прям вот жесткая связка с Vision, поэтому он и кидает номера сразу и так далее. Если бы сейчас он работал, я вообще бы показал на примере Vivasan, но покажу вам на примере нашего тренинг-центра. Сейчас уже не помню кто, но в чате кто-то посоветовал выходить на наш тренинг-центр через поиск Яндекса и написав в поиске Яндекса «Век роста». Значит, коллеги, так вы можете делать только в том случае, если вы уже зарегистрировались и получили доступ к «Веку роста». То есть вы уже подключены к личному кабинету. Вы сохранили свой логин пароль, он у вас лежит, да, но, например, ссылку на этот сайт вы потеряли. Вот те, кто уже зарегистрирован, так на «Век роста» выходить можно. Но советовать так, выходить людям и регистрироваться, которые еще не прошли регистрацию, категорически нельзя. Вот просто категорически нельзя. потому что вы нарушаете саму идею интернет-приглашений. Вот сейчас мы подходим к одному очень важному моменту, то есть моменту, на котором я больше всего заработал денег в интернете, кстати, продолжаю зарабатывать, вот это и есть мега-пассивный доход. Представьте ситуацию, вы уже прошли все курсы и уже понимаете, вот у вас просто народ постоянно вам пишет, там, подпишите меня в структуру, пишет через интернет. Как вы человека подпишите в структуру? Ну вот, например, он вам сейчас написал в WhatsApp или там написал вам в ВКонтакте, я хочу вам в структуру. Ваши дальнейшие действия, что вы будете делать? Человек пришел из интернета, что вы будете делать? Напишите или голосом скажите, давайте голосом скажите. У нас же есть реферальная скидка. У нас есть. Что-что? Реферальная скидка. Дадим реферальную ссылку на наш сайт. Реферальной скидки у нас нет. Реферальная ссылка. Ссылка реферальная. Да, реферальная ссылка. Я уже регистрировала по ней людей и не одного. Ну вот, значит, тогда многие знают, что это такое. Значит, смотрите, в чем проблема, кто не понимает. То есть, если вы общаетесь с человеком, который не живет в вашем городе, с которым вы не сможете встретиться вживую, привести его за ручку к Маше, да, и она забьет его вам сразу по систему учета, в Вижн, да, если это человек из другого города, и если в этом городе нет склада Вивасан, как ему, беднушки, регистрироваться, и как его зарегистрировать именно под себя. Вот здесь обязательно этому человеку нужно давать вашу реферальную ссылку. И в нашем случае реферальная ссылка находится вот здесь вот, в разделе партнерка и в разделе условия. Нет, извините, в разделе статистика. Вот они, две эти реферальные ссылки. Я вам даю вот эту реферальную ссылку, вот эту, но я взял ее еще и сократил, сократил через сервис сокращения реферальных ссылок, любых ссылок ВКонтакте. И вот, если мы сейчас с вами, где-то в нашем чате, я сейчас долистаю, и найду задание 1, которое я тут регулярно кидаю, в этом задании, вот оно, в этом задании у нас я кинул две ссылки, одну полную рефералку, без сокращения, одну, вот оно, задание 1. Сейчас все видите? Да. Вот посмотрите, вот это вот реферальная ссылка, это реферальная ссылка сокращенная. Зачем ее сократил? Для того, чтобы видеть, работает ли она, либо не работает. То есть, если я ее кидаю, то через сервис сокращения ВКонтакте я вижу, что по этой ссылке кто-то щелкает и идут переходы. То есть, вы отправили свою ссылку, человек что-то почитал и даже не стал по ней щелкать, да? Вот в статистике вы всегда это можете увидеть. Конечно, реферальный кабинет, ну, например, того же Викроста, он ведет уже эту статистику, но ведет статистику вот общую, прям по дням, кто чего и сколько раз щелкал, видите? И сколько было регистрации, то всего щелкнули 22 раза по ссылке и два человека зарегистрировались. Вот это и есть один из важнейших элементов, чтобы было понимание, работает ваше привлечение, либо не работает. Ссылки как раз сокращают для того, чтобы они были компактные, ясные, и можно их сделать несколько видов и кидать, например, в разные места, например, это ссылка у вас для контакта, это ссылка у вас для одноклассников и так далее. И видеть, откуда у вас приходят люди, где больше щелкают, где меньше, понимаете? И реферальная ссылка это самый важный момент. Благодаря реферальной ссылке люди закрепляются под вас, именно под вас. Это все равно, что взять и привести человека за ручку. Это всем понятно? Коллеги, напишите в чате. Это понятно. Теперь, вы свою реферальную ссылку в компании Vivasan можете получить с официального сайта. Я запишу подробный ролик, как получить эту ссылку с нуля, то есть человек просто заходит, регистрируется, он еще нет в компании, и он становится членом компании. И как эту ссылку получить тем, кто уже зарегистрирован. Вот у вас есть уже номер, вам не надо регистрироваться, вам нужно просто зарегистрироваться на интернет-магазине, в интернет-магазине. И вы получите эту ссылку. И вот эту вот ссылочку вы будете кидать людям и приглашать их в компанию Vivasan через интернет. Конечно, эту ссылку у нас она очень длинная, она просто у нас колоссальной длины. Поэтому ее лучше сокращать с помощью различных методов сокращения. Я о них тоже расскажу в нашей закрытой части. Потому что вот такие длиннющие страшные ссылки кидать, чаще всего у них еще ошибки делают, и она просто перестает туда работать. Ну и статистики вы не увидите. Ну вот, в принципе, в принципе, в принципе, почти все, что я хотел сказать. Про реферальные ссылки как-то получилось сумбурно. Но, пожалуйста, это основа приглашения в интернете. Хотите приглашать, приглашайте только по реферальной ссылке. То есть, вы приглашаете, можете кидать две ссылки. То есть, ссылку через контакт, который я сократил, не надо кидать людям, которые живут в Украине. У них контакт заблокирован, и они просто по ней не перейдут. Поэтому, в одном из версий вот этого задания 1, я кинул и полную, и сокращенную. Кидайте какую-то одну. Если человек из России, кидайте сокращенно, она более такая, у него нормальный вид. Если человек из Украины, кидайте вот эту целую, которая вторая у нас лежит, в оригинале. И прежде чем эту ссылку кидать, конечно, отправьте человеку ролик, как зарегистрироваться. Ссылку на ролик, ролик посмотрел, вот у тебя сама ссылка, переходи, регистрируйся. И тогда этот человек станет под вами. И когда мы все до конца доделаем, у вас у каждого будет своя реферальная ссылка приглашения в тренинг-центр. Люди будут регистрироваться, и вы их будете видеть у себя в структуре. Вы будете видеть, что эти люди именно пришли в тренинг-центр, приглашенный именно вами. Сейчас вы этого не видите, но это просто период становления. Поймите, что это не навсегда. Когда все доделаем до конца, у каждого будет своя ссылка, у каждого будет своя структура. И вот здесь, конечно, пожалуйста, просите своих людей, которых вы привели, чтобы они заполняли свои личные данные. Потому что человек без аватарки, но с ним общаться сложно. Понимаете, я не против, чтобы вы сейчас включили видео, я буду видеть ваши лица. Так общаться проще в интернете. Общаться с человеком круг перечеркнутый, ну, не совсем. Опять же, надо указывать различные контакты, связи. Потому что, ну, звонить вам никто не будет, только в крайнем случае. Проще написать через социальные сети. Ну, мы занимаемся интернет-продвижением, поэтому, если вы не указали ни одной социальной сети, ну, прям вот тут очень тяжело. Так, ну, и последнее, что я хочу, я передаю слово Ольге Васильевне, это чуть-чуть, я сегодня прям разговаривался, слишком много. Это вопрос, приглашать ли или не приглашать тренинг-центр. Лично, мое мнение, какое, вот, коллеги, мы все с вами работаем в МЛМ, поэтому, если вы сами учились в нашем тренинг-центре, и вы сами получили какую-то практическую пользу для себя, вот, если вы прям понимаете, что, ну, вот, все классно, то тогда приглашайте. И если у вас есть люди, похожие на вас, да, и вы понимаете, что вот этому человеку бы те занятия, те уроки, которые есть, они бы помогли. Или, например, движуха вот в нашем таком дружном коллективе тоже бы помогла. Тогда приглашайте, кидайте ссылочку из задания, которое я сейчас показал, урок, ссылку, и пусть человек подписывается. Писать, подтверждить, подтвердите меня не надо, потому что, ну, всех подтверждаем, подтверждаем достаточно быстро, но если напишите, тоже будет еще быстрее. И пусть человек учится. Если вы чувствуете, что чего-то пока еще не хватает, то есть он еще там не до конца, не до конца не доделан, и те люди, которых вы будете приглашать, будут ждать чего-то большего, они этого не получили, и они будут разочаровываться, ну, тогда, наверное, нет смысла приглашать. Сейчас, понимаете, какие-то лимиты, рамки, их уже нет, то есть сейчас можно просто людей сюда тучами, знаете, у нас нет ограничения по количеству участников. Вот, например, если бы мы делали этот тренинг-центр на другой платформе, там антитренинги, гет-курсы, там количество участников было бы ограничено, то есть там тарифные планы зависит от того, сколько учеников. И тогда можно было бы не-не-не, по голове не надо, больше не приглашайте. Здесь такого нет. Сто человек нас учится уже не принципиально, 200 тоже уже не принципиально. Поэтому здесь решайте сами. Чувствуете, что будет польза, приглашайте. Если еще как-то сомневаетесь, еще не разобрались сами, еще не сможете на какие-то вопросы отвечать, ну тогда подождите немножко, доделаем, и тогда мы будем массово людей приглашать. Вот, в принципе, все. Можно ли добавлять две страницы ВКонтакте, у меня просто два профиля. Да добавляйте, но в принципе лучше добавить один профиль, но в том, которым вы бываете чаще, потому что это контакт для связи, вот и все, понимаете. Если у вас два профиля, вы просто можете с них работать более эффективно, а сейчас нам нужно просто вот как с вами связаться. Ваш основной профиль, который вы чаще открываете, ну лучше его и добавьте, и все. Так, если вопросов нет, напишите, вопросов нет, и Ольга Васильевна сейчас зафиналит, и все. Игорь, а вот как вы думаете, добрый день, можно же сделать на эту ссылку на век старт, ой, век роста в виде QR-кода, да, и визитки можно помещать его, и, наверное, давать людям, да, этот QR-код, чтобы они по нему заходили в телефоне. А, да, можно, там, кажется, есть такая возможность, да, 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 я понимаю, да, там, кстати, на визитке такая, кажется, есть, и, кажется, даже такой инструмент стандартный есть, создать QR-код, да. Да, но мы сейчас вот на визитке делаем QR-код реферальной ссылки, да, на визитке, чтобы люди сразу заходили. Да, 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 нет, возможностей у этой платформы очень много, понимаете, сейчас мы вот разбираемся только с двумя вещами, смотрите, это вот обучение и работа со структурой, это только два, две возможности, которые мы сейчас активно пилим, но у них очень их много, поверьте, очень много, вот я еще никак не могу пройти их обучение, потому что у них модерация достаточно долго проходит, но я все их уроки пройду, я там все записываю, что у них есть ценное и полезное, и потом пытаюсь это все ценное и полезное из них вытащить, понимаете, а почему говорю, пока не спешите там проплачивать свои тренинг-центры, не надо, давайте разберемся до конца, вот, все полезное из них вытащим, и потом прям вот сделаем себе качественную штуку, так, вопросов нет. А визитки как делать, вы нас научите? Да, конечно, это вообще, визитка у вас будет автоматически сделана, если вы заполняете профиль, все, она автоматически формируется, просто, чтобы была качественная визитка, нужно будет подключить свой домен, чтобы, но, почему мы сейчас с Ольгой Васильевной не делаем, потому что, ну, зачем нам рекламировать Вик Рост, нам нужно рекламировать Vivasan, да, или там zkbv.ru, то есть мы подключим свой домен, и у нас будет визитка на нашем домене. А можно, можно вот вопрос, Игорь, вот эти вот реферальные ссылки, они разные, вот у меня, допустим, ссылка на сайте Vivasan, и вот ссылка будет на век роста, это одна и та же ссылка, или это разная? Это разные ссылки, вот, если бы сейчас работал официальный сайт, я бы вам показал, у Vivasan ссылка вот такой длины, вот такой, это ссылка приглашения уже регистрации в компанию, это когда вы, когда человек регистрируется на официальном сайте Vivasan, он регистрируется в компанию Vivasan, а когда он регистрируется на век роста в нашем тренинг-центре, он просто регистрируется в нашем тренинг-центре, вообще можно приглашать людей, которые никак не связаны с Vivasan, либо еще не связаны с Vivasan, понимаете, это никак не связано, здесь, Здесь, когда мы указываем код спонсора и говорим Vivasan, это для того, чтобы они подключились именно к существующему на веки и роста уже созданному тренинг-центру. Вот мы тренинг-центр создавали для компании Vivasan, Ольга Васильевна создавала, да, и вот чтобы попасть именно в него, нужно было вводить код Ольги Васильевны, чтобы попасть к этим урокам. Но это никак не связано с регистрацией в компанию Vivasan. Я поняла, спасибо. Извините, я просто много раз повторяю в надежде, чтобы уж точно донести смысл. Так, ну я так понял, вопросов нет. Сейчас Ольга Васильевна.